Привет, друзья! Давно у нас с вами не было уже вдохновляшек за какой-нибудь месяц. Связано это было с тем, что как-то эта рубрика не туда и не сюда. То есть, с одной стороны, она вам вроде как-то симпатично и интересно, с другой стороны, вроде что-то как-то и не очень. Но мне эта рубрика нужна. Она мне нужна, чтобы поделиться с вами какими-то событиями, которые произошли за определенный период, и чтобы, может быть, поделиться с вами каким-то своим жизненным опытом. Хотя, мне кажется, в последнее время жизненный опыт наиболее очевиден в рубрике «Охрененные истории», где вы с особым трепетом потом на трансляциях в том же Инстаграме или ещё что-то говорите мне о том, что вам нравится эта рубрика, и вы хотите её ещё и ещё. Похвально, я счастлива. Во вдохновляшках же поделюсь сегодня с вами тем, что вообще стала теперь неким таким атрибутом моей повседневности, как, не хочется повторяться, но как я выходила из вот этой вот межсезонной депрессии. Ну, сейчас это не та немножко депрессия, которая была раньше, это уже так, это мелочёвка. И чем вообще пришлось себя как-то приводить в божеское русло. Так получилось, что после Нового года пошла какая-то откровенная, извините за выражение, жопа. И на работе проблемы, и там проблемы, и тут проблемы, и куча проблем. И в итоге весь январь превратился в одну какую-то сплошную катастрофу. Один из худших месяцев. Как вообще так получилось, даже не представляю. Но, кстати, чем дальше в лес, тем больше брёвна. Каждый январь с прошедшим годом становится как-то всё жёстче и жёстче. Вот почему именно январь, я не знаю, хотя казалось бы тот месяц, где там Новый год, Рождество, мой день рождения, вот, но тяжеловато заходит. И выйти как-то из такого состояния, когда с одной стороны всё терпимо, но, с другой стороны, из-за кучи неопределённостей какая-то фигня происходит. И мораль на нуле просто. В итоге, чем пришлось себя мотивировать? Во-первых, так как я уже села за руль, я, получается, с 9 декабря, да, я сдала экзамен. Где-то в середине декабря мы сделали на меня ещё страховку. И с середины декабря я ежу. То есть это январь, февраль, ну, два месяца, по сути. Ежу я много, у меня 15 рабочих смен в месяц, и, следовательно, раз 30 туда-обратно, Калуга, Козельск, я гоняю. Соответственно, опыт, он нарабатывается, и нарабатывается довольно-таки продуктивными шагами. Потому что одно дело, когда ты такой один раз дал на права, и больше их не трогаешь, может, раз в полгода куда-то выехаешь, и всё, выйдешь. И другое дело, когда всё-таки изо дня в день ты за рулём, и, соответственно, твой навык, он прокачивается намного сильнее. Поэтому за эти два месяца я чувствую, что у меня навык уже, ну, довольно-таки серьёзный. И также я понимаю, что многое из того, что мне, может быть, хотелось бы изобразить на своей машине, я не могу сделать, потому что её нужно гнать в сервис. Вот. И все эти два месяца я была больше занята тем, как бы улучшить свои навыки вождения, как бы это всё так сорганизовать в своей жизни, чтобы наслаждаться плодами по полной. Не зря же всё-таки, да, отучилась и отказалась от автобусов. И плоды есть, намного увереннее, лучше и комфортнее я себя чувствую за рулём, нежели на попутках или на том же автобусе. Поэтому здесь я прям внутренне рада, горда собой и так далее. Вторым моментом, которые были для меня важны за эти месяцы, это я завела свой инстаблог. Это не повседневный инстаграм, на который многие из вас уже подписаны. Это именно блог, где красивые фоточки, сделанные мной, где длиннющие посты под каждой фоточкой с какими-то размышлениями. И я считаю этот блог крайне полезным и познавательным. Поэтому ссылка будет где-нибудь в описании, на шапке канала, в конце концов. Так что заглядывайте, не пожалеете, прям от души рекомендую. Так, третий момент, довольно-таки важный. То, что мы с мужем пришли к выводу, что нам нужно принимать витаминки. Потому что весна, а витаминоз что-то где-то вылезает, нифига не заживает, и настроение на нуле, и в итоге мы решили обойтись какими-нибудь хотя бы лайтовыми витаминами. Ему я взяла вот такой вот дуавит для мужчин, себе. Ему, в принципе, тоже комплевит самый обычный. Хотела, опять же, взять разделение, там, женский-мужской, но что-то как-то туговато с ассортиментом по аптекам. И витамины для глаз с лютеином. Это для меня, зная моё офигенное зрение в минус 8. Так, мы наконец-таки с ним дочитали «Гарри Поттер и проклятое дитя». Я сделала отдельный обзор на это. И сейчас мы с упоением читаем Дэна Брауна «Инферно». Потом будем читать «Утраченный символ». Он хорош, он хорош. И после «Гарри Поттера», где мы плевались над каждой строчкой из-за нескладности повествования, Дэн Браун кажется просто вау, шедевром мировой литературы. С довольно-таки сложным языком чтения. Но ничего, я понимаю, что Дэн Браун – это, по сути, тоже, как сказать, не самое такое глубокое чтиво. Так что просто на контрасте очень бросается в глаза. Одной из радостей каких-то тут последних дней был «Космополитен», потому что я до этого, он такой двойной, с одной стороны так, с другой стороны вот так, как Рыгина, у нас здесь гвоздь программы. С одной стороны, я не люблю этот глянец, я его вообще почти себе не покупаю, только куда-нибудь там в поезд или ещё, не знаю, там, ну, очень редкие-редкие случаи, даже раз в год, наверное, не наберётся. А тут я заходила на почту, чтобы отправить ваши заказы, и внезапно так опачки, думаю, блин, вот хочу чисто бабского, хочу вот почувствовать себя бабой, вот как мне это сделать. Вот купила, короче, себе этот номер, прочитала от корки до корки буквально за вечер, и как-то отпустила, полегчала. Плюс с мужем ради совместного досуга занимаемся настолками, и какими-то, ну, я для себя, например, заново перепрохожу какие-то игры на Sony PlayStation. Всё-таки для меня это лучший период моей жизни, связанный с развлечениями, и первая Сонька для меня была чем-то святым, поэтому недавно перепрошла игруху Tomba 2 с огромнейшим удовольствием, просто колоссальным, ну, благодаря эмулятору, конечно. А настолки у нас в эти месяцы были, это мухобойка, карточная игрушка, это хугер-мургер, тоже карточная игрушка, и вот такая вот шевели-извилины. Поподробнее я расскажу о каждой в отдельном видео. Сейчас вообще прям вкратце-вкратце. В мухобойке фишка в том, что ты вытаскиваешь карты, и тебе нужно прихлопнуть в итоге муху, избавиться от своих карт. В хугер-мургере ты выкладываешь карты и выполняешь задания, написанные на них, там, из разряда «Станцуй», «Спой», не знаю, там, «Играй только правой рукой», «Играй с высунутым языком», ну и прочее. А в «Шевели-извилины» тебе нужно составлять слова, и из скольких букв будет твое слово на столько клеток ты и делаешь ход. Вот ссылки на настолки я оставлю внизу в описании, потому что, ну, вам это периодически бывает интересно, так что обращайтесь, смотрите. Что ещё вам рассказать про жизнь за эти два месяца? Зима очень затянулась, и я понимаю, что сейчас, казалось бы, март. С одной стороны, это и вроде как весна, вроде снег ещё где-то лежит, и если в Калуге сам по себе город, он такой более-менее пёстренький, то тот же «Унылый Козельск» — это серая, растаявшая Г, которая, не знаю, более-менее во что-то вменяемое приходит только ближе к лету. Поэтому, когда ты выглядываешь в окно, ты видишь там только то, что тебя демотивирует, и на этой почве настроение создаётся так себе. Поэтому в глубине себя я живу в мыслях о своём ремонте на нашей именно квартире, в ремонте спальни. Мы сейчас уже заказали и выкупили, и привезли из магазина батареи на всю квартиру. Там шесть радиаторов получаются. И, к счастью моему, нет предела, потому что сейчас вот в мае месяце закончится топительный сезон, мы на имя мастера, он всё это поставит, установит. Это уже будет огромный просто вот плюс к тому, что мы сделали. И если в этом же году нам удастся поставить натяжной потолок, я хочу двухуровневый, то это будет прям, ну, программа максимум, ну, соответственно, там, люстра к потолку, батарейки, всякие там, кранчики. Ну, если вот вообще программу максимум, нужно ещё электрика пригласить, чтобы он всякие розеточки разветвил, чтобы вот проводочку сделал как надо. Вот не так, что у тебя одна розетка на всю комнату, и ты с удлинителями носишься. В плане интерьера я уже продумала общую композицию, но на это нужно бабло, поэтому в остальном мы копим. И мы относимся к тому типу людей, которые не берут, не знаю, там, бабло в кредит, которые не сидят на шее у родителей, и в связи с тем, что мы сами зарабатываем как можем, мы, соответственно, ремонт тоже делаем самостоятельно и собственными силами. Поэтому спасибо, конечно, за понимание, а то некоторые иногда умудряются возбухать, а хрен и так медленно. Ну, ребята, не у всех есть богатенький папа, который постоянно даёт кэш, сорянчик. Вот, есть и простые смертные, которые чего-то добились своим трудом. Вроде бы всё. Спасибо большое за просмотр этого видео, возможно, оно вас на что-то вдохновило. До новых встреч, пока, подписывайтесь на канал и на инстаграм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok